Стрельцы, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале и для вас я снимаю ваш второй прогноз на следующую неделю. Мы смотрим и анализируем период со 2 по 8 мая 2022 года. Работаем сегодня с колодами Таро Мистических Моментов, а также Ленорман Исцеляющего Света. Колоды, которые помогают в первую очередь настраиваться на позитивный лад, лечат светотерапией, арт-терапией. Ну и как следствие, особенно Ленорман Исцеляющего Света, колода, которая позитивным образом влияет на ваши чакры, убирает блоки и помогает раскрываться вашей энергетике. Поэтому настраивайтесь не только на прослушивание информации, но и на визуальный ряд. Итак, что же вас ожидает в рамках следующей семидневки? Позитив недели, негатив недели, совет от карт. Какова здесь ситуация? Верховная жрица, десятка кубков тузбичей. Какие замечательные карты. Так, здесь по арканам. Это, знаете, как, во-первых, получить защиту рода. Узнать о защите рода, узнать о каких-то традициях, тайнах, информации, которые вам идут во благо. Во-вторых, здесь по этим картам это, в первую очередь, акцент на укреплении семьи, на сохранении семейных связей. Может идти обращение к семейному, по жрицам, я тоже проходят психологи, психологи, для устранения каких-то проблем. Ну или в целом обращение к астрологу, нумерологу, торологу, то есть к любому практику, который вам поможет найти ключевые решения волнующих вопросов, либо текущих проблем. По крайней мере, дать вам информацию, как вы с ним будете работать, как будете ее использовать, это уже другой момент. Иными словами, здесь еще может проходить ситуация, потому что потом замечу и принять волевое решение. Может быть кастинг няни к вам в семью, либо человека, допустим, сиделку вычти для пожилого родственника. То есть это как проанализировать, принять решение и найти необходимого человека. У кого-то очистка родовых программ, устранение негативных блоков, ну и как следствие открытие для себя всевозможных путей. Если карта смотреть с точки зрения личной жизни и на данном этапе вы свободны, то здесь по рыцарю мечей идет знакомство с человеком резким, волевым, может быть грубоватым, либо агрессивным. Но знаете, человек для вас темная лошадка. Почему? Потому что с одной стороны вы интуитивно его чувствуете, а с другой стороны не понимаете, как он поведет себя дальше. Но партнер, который вас цепляет своим интеллектом, подачей, видением, мировоззрением, то здесь идет, знаете, как ощущение родственного я, ну и как следствие желания связать себя отношениями с таковой личностью. Если вы находитесь в любовных треугольниках, то по семерке жезлов это попытки отстоять право, ну как это назвать, ну для мужчин на вторую семью, которая будет тайного формата, для женщин право на, помимо семейной жизни, иметь какие-то тайные связи на стороне, потому что по тузу мечений для вас могут решать ключевые проблемы в текущей семье. Как бы для вас это, допустим, грубо или бредово не звучало, но факт остается фактом. Я говорю то, что здесь идет по этим арканам. Если вы находитесь в стабильных связях, то по рыцарю жезлов это в первую очередь ситуация, когда открываются какие-то тайны, недомолвки, прорабатываете какие-то проблемы, междоусобицы, конфликтные ситуации, потому что рыцарь жезлов это прорыв, решение ключевых проблем с родственниками в семье и в ваших взаимоотношениях. Помимо всего прочего еще устранение третьих лиц, которые могут негативным образом влиять на ваш союз, на вашу семью. Если арканы смотреть с точки зрения работы, заработка, и на данном этапе вы не работаете, то здесь у кого-то как негласно получать помощь или поддержку от родственников. Помимо, допустим, официальных выплат, ну, жрится десятка кубков. Это еще финансовая помощь от бабушки, либо вступление в право наследования. Ну и, в принципе, финансовая помощь от ваших близких. Если вы в статусе соискателя, то здесь по семерке Пентакли это вопросы выжидания, потому что здесь пройти собеседование, но вы не владеете информацией, как вас оценили. Десятка кубков это попытаться проявить себя на собеседовании, либо как вы себя будете позиционировать в коллективе, по тузу мече это ждать решения. Если же вы являетесь наемным сотрудником, то по десятке жезлов это тянуть на себе все бремя, тяжести работы, это аврал, но вместе с тем это, знаете, быть приближенным к руководству, потому что пожириться это владеть какой-то информацией, которую не владеют в коллективе, и по тузу мечей это, которая дает вам преимущество и новые возможности. То есть вы здесь будете понимать, ради чего вы работаете. Если у вас свой собственный бизнес, то по десятке мечей это приостановка деятельности, потому что вы понимаете, что, допустим, бизнес либо деятельность не актуальны. Пожириться это, знаете, как прислушаться к внутреннему голосу, голосу разума, проанализировать ситуацию. Десятка кубков туз мечей это отойти, во-первых, от семейных дел, возможно, вы проводите бизнес, либо кому-то передадите его, но здесь вы четко понимаете, что заниматься этим делом вы больше не желаете, либо не хотите. То есть нужно что-то кардинальным образом менять и вкладываться в новое. В плане состояния здоровья это проявление скрытых наследственных заболеваний, но по тузу мечей это диагностика, ну и решение таковых проблем. Что здесь в негативе? Так, девятка кубков, тройка жезлов, пятерка жезлов. Но в первую очередь, как вы видите, ситуация касается дел сердечных, это вопросы конкуренции в любовных треугольниках, это вопросы лидерства, это желание отстоять свое право на взаимоотношения. Если брать остальные жизненные аспекты, то есть это, знаете, как перетянуть одеяло на себя, все внимание на себя, быть любимчиком, быть в центре внимания. Это могут быть как дружеские взаимоотношения, деловые. Из серии, знаете, как выбрать конкуренцию, выбрать тендер какой-то, по девятке кубков, показать, насколько вы можете принести радость, позитивные эмоции, либо решение каких-то ситуаций в позитивном ключе. Почему-то падать в негативе, да потому что будет сложно. Придется приложить к этому немало усилий, вам вымотают нервы, но вы сможете добиться своего результата. Совет. Четверка Пентакли. Аркан целостности, стабильности, собственничества. Попыток держаться за свое. Удержать то, что вы имеете на текущий момент, но и впоследствии приумножить. Это, знаете, карта концентрации на том, что у вас есть. И сохранить желание этого, чтобы это не стало. То есть то, чем вы владеете на данном этапе. Это карта структуры. То есть быть структурным, быть последовательным, воспитывать в себе дисциплину для достижения результата. И быть, знаете, как несокрушимым. Вот сейчас это актуально, как никогда. Давайте с вами посмотрим еще неожиданность этого периода. О чем здесь у нас будет идти речь. Гора, мужчина и коса. Интересные арканы. Карты, которые указывают на проблемы в общении и взаимоотношении. То есть это может быть партнер, друг, коллега, родственник, кто угодно. Потому что гора мужчина – это ситуация, когда нужно преодолеть какие-то барьеры. Для мужчины это успех в обществе. Это не готовность остепениться. Это желание, знаете, как тусоваться, жить в свое удовольствие. Потому что сейчас из серии взошло ваше солнце. Но в остальных аспектах это решение каких-то проблемных моментов. Это попытки договориться. Это ситуация, когда вы пытаетесь уйти от конфликта. Почему? Потому что карты здесь указывают на отказ от прошлого. На какой-то сложный период в жизни, где нужна помощь или поддержка. Для женщин это может быть какой-то конкретный окончательный разрыв с кем-то, с партнером. Когда вы, допустим, определились со своим выбором. Ну что ж, вот такая вот неделька, как мы видим. Но ситуация не настолько критична. Значит, что мы с вами сделаем? Перекроем арканами любви, взаимопонимания. Уберем эту ненужную конкуренцию. Она здесь вам не нужна, чтобы вы всего достигали легко, с любовью и были в кульминационном моменте. По десятке кубков рада жизни, достижения счастья и радости. Я вам искренне от всей души этого желаю. Вот таким у вас вышел расклад на эту семидневку. Пусть он у вас отыграется только в положительных аспектах. От вас по прошествии времени жду обратной связи, как отыгралась данная информация. Если было видео полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а для всех желающих попасть на индивидуальную консультацию или же ознакомиться с Таро. Все ответы на ваши вопросы вы сможете получить посредством Viber или WhatsApp общения. Ссылки на мои контакты под любым из моих видео. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok